Задумывались ли вы, что такое благоустройство? Это устройство во благо. А значит, все, что делается в этом плане в Бресте, да и в любом городе, делается для того, чтобы людям жилось комфортно. Даже покос травы, на первый взгляд, вроде бы простое дело, но очень нужно. Стоит вспомнить, сколько жалоб и нареканий на неблагоприятный вид дворов и улиц в прошлом году поступило в городские администрации от жителей Бреста. В 2020 году мы упустили очень важное направление – уборка дворовых территорий. Мы не косили траву, мы экономили каждую копейку. В прошлом году были вынуждены перейти на трехдневку, работу дворников на трехдневку. Мы сократили дворников, ну сократили, нет хорошей жизни. Ну это понятно. Чтобы поменять приоритет, но с нового года мы работаем уже в прежнем формате. И действительно, ситуация в этом году изменилась к лучшему. С недавних пор в собственности предприятия «Коммунальник» появилось 4 бензиновые газонокосилки «Хоскварна». Производительность каждой из которых составляет до 2 гектар покоса травы в час. В этом году у нас за май месяц выкосили 176 гектаров газонов. В прошлом году за май за такой же месяц 17,3 гектара. То есть в этом году в 10 раз больше. За май, за июнь прошлого года выкосили 49 гектаров. В этом году только за декаду, за 10 первых дней 74 гектара. То есть объем значительно увеличился. Ну и трава растет в этом году намного быстрее, чем в прошлом году. В прошлом более засушливый год был. Улучшилась ситуация с покосом травы благодаря комплексной работе нескольких видов механизированного оборудования. Это триммеры, мотокосы, кусторезы и, конечно, газонокосилки. Благодаря новому оборудованию выросло качество и скорость работ. Вот, к примеру, тот объем, который выполняет одна бензиновая газонокосилка, равняется труду семи человек, использующих триммеры. Еще один фактор, повысивший качество работ по благоустройству города, это привлечение сторонних предприятий. Наши сотрудники, это 24, которые работают. Плюс у нас сейчас предприятия сторонние помогают в покосе, чтобы быстрее справиться с травой. Это такие предприятия, как Водоканал, ДЭП, котельное хозяйство, спецпредприятия, мусороперерабатывающий завод. Вот это из наших потом сторонние. У нас еще Каменецкая ЖКХ, Кобринская ЖКХ, Малорицкая ЖКХ еще нам помогает. Плюс еще мы взяли на подряд ИПшников. Город развивается, расширяется, появляются новые районы, а значит растет и объем работ. Трудовой вектор выбран верно. Сейчас об этом говорят высокие показатели производительности предприятий, занимающихся благоустройством Бреста, а также жители города, которые тоже видят изменения и приятный результат. В прошлом году, да, было очень все заросшее у нас. Трава эта сухая такая высокая стояла. Сейчас, конечно, косят, и вокруг домов косят жесты, стараются. И вот город вот здесь наводит порядок. Ну, видно, да, что стало лучше, аккуратнее. Вообще, мне нравится наш этот район. У нас всегда чистенько, аккуратненько. Все красиво. Садят деревья, все. Ну, конечно, плохо приживаются деревья, но я вижу, что поливают каждое утро. Бывала ситуация, что надо как-то поспешить, и ты не можешь пройти толком, потому что тут трава была по пояс, а сейчас можно спокойно пройти. Даже, там, не знаю, собаку выгулять или еще что-то. Очень приятно пройти. С трудностями и неудачами разного характера сталкивается каждый человек. Сталкиваются города и страны. Всегда стоит помнить, что главное – это отношение к проблеме и незамедлительные действия по ее разрешению. Продолжение следует...